СНЕК ВОЙНЕ! СНЕК ВОЙНЕ! СНЕК ВОЙНЕ! СНЕК ВОЙНЕ! СНЕК ВОЙНЕ! Этот день, как и весь период, начиная с 24 февраля 2022 года, останется в памяти как один из самых страшных и волнительных периодов в истории наших с вами стран. Когда один человек решил пойти войной на независимую страну, когда в конфликт оказались тянутые ни в чем не повинные народы, когда вся Европа поднялась в порыве солидарности со смелой и героической Украиной. Нашей задачей в это воскресенье было максимально развеяться, отогнать тревогу и отдохнуть на свежем воздухе в каком-нибудь еще неизведанном нами месте. Каким местом стали бывшие бастионы Гданьска, опоясывающие старый город в районе Дольное място? Исторически бастионов было 14, и служили они для обороны северной и юго-восточной части города. Построили их в 17 веке, но, как ни странно, за последующие несколько столетий они так и не были использованы по назначению. В итоге в конце 19 века начался планомерный снос бастионов в пользу расширения и развития городской инфраструктуры. Продолжение следует... Продолжение следует... Дорога обратно лежала через старые кварталы, наверняка таящие в себе еще множество интересных историй, которые так и читались на фасадах этих зданий. А день клонился к закату, и по традиции перекусив уличной едой, мы побрели домой, где предстояло вновь погрузиться в зыбучие пески новостных лент. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...